Давайте разберем, что такое время. Время – это очень простая штука. Это наш чертов оптимизм. Это самый лучший способ привести себя к поражению, почувствовать, независимо от того, насколько ты крутой, насколько ты продуктивный, насколько ты делаешь гениальные вещи, самое низкое состояние следствия – это смерть. Это глупо. Это абсолютно тупо. Там ловушка. Не ходите туда. Делегируйте, поручайте, отказывайтесь, выбрасывайте и так далее. Никто не умрет за этот час. Поезда не сойдут с рельс. Все пройдет нормально. Я бизнесом занимаюсь уже 30 лет. Довольно давно. Открыл свою первую компанию я в 93-м. Это действительно был дилер Apple Computer. После этого создавал производственные компании, но вот практически уже, боже, уже 14 лет занимаясь консалтингом, я бы с вами хотел поделиться все-таки некоторыми фишками и некоторыми важными вещами в отношении личной организации, собственного рабочего времени. Ну, прежде всего хотел сказать, для кого эта информация? Это, конечно, для тех, кто ощущает, что времени на все не хватает и что времени как-то мало, что количество задач, которые сваливаются на владельца бизнеса, вызывает стресс. Количество задач, с которыми мы сталкиваемся, разнородные, приводит к такому состоянию, когда иногда думаешь, не слишком ли много ли я беру на себя. Значит, первое, давайте разберем, что такое время. Значит, что такое материальная вселенная, вы знаете. Это то, что можно потрогать, понюхать, пощупать, посмотреть, увидеть, почувствовать. Значит, материальная вселенная – это материя, энергия, пространство и время. По сути, материя и энергия – это одно и то же, размещенное в пространстве. И есть еще одна составляющая, и это время. Время – это очень простая штука, на самом деле. Время – это Некоторое наблюдаемое изменение энергии и материи в пространстве. Время, ощущение времени зависит от того, кто ее наблюдает. Второе данное, очень важное. Человек может находиться в жизни в двух состояниях. Состояние причины и состояние следствия. Что такое причина? Вы источник изменений. То есть вы решаете попить кофе с другом, зовете друга, он идет с вами с удовольствием пить кофе, вы пьете кофе, вы причина. Мы можем быть следствием. Например, решил попить кофе с другом, друг не пришел. Являешься следствием. Так устроены люди. Когда мы являемся причиной, мы себя чувствуем хорошо. Если нам не удается управлять жизнью, мы чувствуем себя плохо, мы чувствуем себя следствием. Для человеческого существа чувствуют себя следствием смертельно. Самое низкое состояние следствия – это смерть. В отношении времени, смотрите теперь, когда мы чувствуем себя плохо, когда, например, скорость изменений слишком большая. В результате мы чувствуем себя следствием и нам плохо. Я отметил для себя три основные проблемы, которые нас выбивают из состояния причины и не позволяют нам действовать в нашем темпе изменений. Значит, первая причина, как ни странно, это наш чертов оптимизм. Это нереальное планирование. И мы с вами абсолютно нереально планируем. То есть мы хватаемся за проекты, которые мы физически не можем осуществить. Это самый лучший способ привести себя к поражению, почувствовать, независимо от того, насколько ты крутой, насколько ты продуктивный, насколько ты делаешь гениальные вещи, вот это самый лучший способ себя уничтожить, сделать себя следствием. Это просто набраться проектов, которые невозможно осуществить. Моя рекомендация для вас. Просто решите, посмотрите на все свои проекты и решите, сколько дней вашей жизни в год вы готовы тратить на каждый из этих проектов. И точка. Вторая причина – это так называемые поглотители времени. Я сейчас работаю с владельцами бизнеса практически все время. И я могу вам сказать, что один из самых больших челленджей для вызовов для владельцев бизнеса – это следующий. Ты с ним общаешься, он знает, что надо сделать в компании, он приходит в компанию, бац, у него полностью вышибает мозги. Там ловушка. Не ходите туда. Поэтому в этих случаях я рекомендую владельцам бизнеса делать следующую вещь. То есть если у вас нет в компании отдельного кабинета, если у вас в компании происходит такое. А смотрите, чтобы навести порядок, вам нужно какое-то время и пространство. Поэтому моя рекомендация – работайте дома, работайте в Starbucks. Вы должны понять одну вещь, что вам нужно организовать свое рабочее пространство и свое рабочее время так, чтобы вы могли работать. Почти вся работа высшего руководителя требует сосредоточения. Выключите чертой бабушке ваш телефон. Вообще отключите его. И вы увидите, что на самом деле никто не умрет. Смотрите, что происходит. Все эти мессенджеры, которые врываются в вашу жизнь, посетители, которых вы не планировали или не ждали, нежданные встречи, друзья, которые зашли – это события, которые пожирают вашу энергию. Потому что в этот момент вы кто? Причина или следствие? И вы всегда, когда вы становитесь неожиданно следствием, вы чувствуете себя плохо. Просто осознайте это. Зачем вы губите экологию своей жизни? В конце концов, если для каких-то суперэкстренных вещей отдайте свой телефон помощнику, который будет снимать, вежливо отвечать, что вы заняты, записывать, кто звонил и так далее. Через час вы к этому вернетесь. Поверьте мне, никто не умрет за этот час. Поезда не сойдут с рельс. Все пройдет нормально. В большинстве случаев, кстати, те, кто вам звонил срочно, вообще разберутся, как самостоятельно решить проблему без всяких проблем. Если вы владелец бизнеса, поймите, вы не можете быть следствием. Потому что если вы следствие, то кто тогда ваша компания, которая является следствием вас? Понимаете? Бизнес становится следствием следствия. И третий момент, о котором я хотел рассказать, он, может быть, звучит немножко метафизически. То, что я вам расскажу, является действительно важным, ответит вам на многие вопросы. Смотрите, есть такая штука, как внимание человека. Так вот, первый момент, который я хочу вам сказать. Внимание – это энергия. Это физическая энергия. У нас с вами ограниченное количество этой энергии. Вот это плохая новость. То есть, когда нам приходится держать внимание на слишком большом количестве разных задач, у нас возникает ощущение замешательства. У нас возникает ощущение прямо такое, что сейчас мир на нас обрушится. Это называют ученые, психологи, это называют стресс. Ощущали такую вещь, что вот у вас много вещей, которые вы делаете, и вы чувствуете, что вот если сейчас этот сотрудник ко мне подойдет и принесет еще один вопрос, который мне надо взять под контроль, вот мне хочется просто его убить. Это состояние, предстрессовое состояние, которое действительно связано с тем, что у вас есть определенное количество моментов, на которых вы сейчас прямо держите свое внимание, и оно у вас уже закончилось. Проблема в следующем. С точки зрения разума, с точки зрения внимания, не имеет значения, насколько важный вопрос, на котором нам надо иметь внимание. Грубо говоря, то, что, например, я наделал носки разного цвета, у меня занимает примерно столько же внимания, сколько, например, незаконченный проект, который мне надо презентовать клиенту. Это глупо. Это абсолютно тупо. Так вот, смотрите, есть очень четкие, понятные фишки, как сделать так, чтобы ваше внимание не рассеивалось. Я сейчас вам открою. Большой секрет на самом деле. Любое незаконченное дело отнимает кусочек вашего внимания. Любой незакрытый цикл действия, любой незавершенный цикл действия захватывает ваше внимание и держит кусочек вашего внимания, кусочек этой энергии, держит до тех пор, пока вы его не закрыли. Любая вещь, которую вы купили и не пользуетесь, забирает кусочек вашей энергии и забирает кусочек вашего творчества. Именно поэтому, когда вы делаете чистку, гардероба, дома, выбрасываете всякий хлам, вы всегда чувствуете облегчение. Поэтому у меня к вам совет такой. Устройте просто компанию по вычистке незавершенных дел. Что еще такое незавершенные дела? Любое обещание, которое вы дали себе или вы дали другим людям, но еще не успели выполнить, это незаконченное дело. На бизнес-бустере, там есть предварительная программа буткэма, там есть такие прямо задания, когда тебе надо составить список незаконченных дел, а потом методично их отстрелить. Я могу сказать, что я не являюсь каким-то суперчемпионом в этой области. Ну, довольно неплохо. Ну, не суперчемпион. Но то, что мне позволяет поддерживать неплохую форму, это вот те как раз вещи, о которых я вам рассказал. Так, ну ладно, давайте подведем некоторое резюме того, чем я хотел вам с вами поделиться. Первый совет. Посчитайте каждый проект во времени и примите решение, какие проекты вы вычеркнете из своей жизни, какие проекты отложите, а какими проектами вы на самом деле будете заниматься. Второе. По тем проектам, которые вы все-таки решили, возьмите и составьте графики. Выберите такое время и место, чтобы это вам содействовало, а не убивало. Проявите, в конце концов, изобретательность. А Старбакс еще никто не отменял. Он прекрасно работает. Третий совет, о котором я говорил, это тоже из резюме. Расправляйтесь с работой немедленно, как только она поступила. Любое письмо, любая вещь примените, положите на место или выбросьте к чертовой бабушке. Делегируйте, поручайте, отказывайтесь, выбрасывайте и так далее, и так далее. Последний совет, о котором я говорил, это список незаконченных дел. Составляйте, расправляйтесь с ним немедленно. Он будет у вас удлиняться немножко некоторое время, но потом он у вас пойдет на нет, если вы выделили время, если вы этим справляетесь. Вот это то, что помогает владельцу бизнеса сохранить здравомыслие и оптимизм, потому что, смотрите, если вы будете все время в оперативке, вы не будете заниматься вопросами развития, вам крышка. Оно само не развивается. Потому что как раз те моменты, когда вы занимаетесь работой владельца бизнеса, это те моменты, которые создают будущее для вашего бизнеса. А все остальное для вас просто, ну, это просто рутина. Это просто, знаете, какое-то молотилово, оперативка. Если вы вот на это будущее не инвестируете в свою творческую энергию, ну, что же, у вас нет никакого будущего, к сожалению. Ну, я надеюсь, что эти советы вам помогут. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!